Как мыть посуду в посудомоечной машине? Прежде всего нужно убедиться, что на посуде отсутствует крупная остатка пищи. Например, вот здесь вот картошка. Но тоже не переусердствуйте в этом, потому что иначе вы много воды потратите. Затем нужно открыть машинку, выдвинуть корзину и положить туда тарелки. При этом их нужно класть вот именно так. Не так, вот так это будет не экономично. Они будут закрывать другие предметы. Так самое экономичное и правильное расположение всех тарелок. И ложки можно положить в специальную корзинку для ложек. Включая чайник. Желательно, если у вас, их распределять по различным секциям. Мы загрузили все тарелки. При этом нужно класть их отдельно, не вместе. Иначе они будут плохо промываться. Наконец, массивные крышки не надо ставить вот так. Почему? Потому что иначе они будут задеваться, вот эта вот вращающаяся штука, и у вас ничего не будет промываться. Вот она будет пытаться так застревать и не будет ничего промываться. Поэтому нужно класть такие крышки отдельно. Таким образом. Обратите внимание, что ножи желательно класть лезвиями вниз. И если они длинные, как в данном случае, то класть, например, горизонтально. Чашки можно поставить, например, кверху. Обратите внимание, чтобы в них попадали вот струи жидкости. Опять же, их также можно слегка полоснуть, чтобы не было ничего присохшего. Старайтесь мыть посуду сразу после ее использования, не дожидаясь, пока она засохнет окончательно. Вот если вы посуду оставите надолго в посудомоечной машине, то она может протухнуть. Для экономии электроэнергии оставляйте стирку посуды, мытье посуды на ночь. Можно на несколько часов вы же ее запустите. Тогда у вас, если у вас многотарифный прибор учета, то у вас будет экономия электроэнергии. Спасибо за внимание.